Можно сказать, не хожу, потому что мужа дома нет, вечера провожу дома сама. Ну, опасновато, я бы сказала. Стремновато, да, если поздно ходить. Когда последний раз вы были на улице вечером? Не помню. Конечно, небезопасно. Это явно небезопасно. Я по вечерам вообще, ну, что значит безопасно. Безопасно это означает, что ты можешь выйти и в 10, и в 11, и в 12 ночи и спокойно ходить по нашему городу. А у нас довольно-таки город такой, что силы правопорядки, они не сильно работают. Уже давно работают общественные формирования, которые ходят и помогают милиции. Во-первых, у милиции нет ни штата, ни людей, ни техники, невозможности, чтобы охватить этот город. Да, это же практически тот штат, она обеспечит, может, ну, шаба. Ну, не больше. А Белгород все-таки город с более чем 50 тысяч населения. Еще и приезжих взять, еще и лето взять. Я думаю, что надо что-то делать. Как-то так мне не приходится. Нет, у меня дел после шести. А я вообще думаю, что небезопасно. Судя по тому, что у нас происходит под окнами, возле ночных магазинов, драки, дебоши. Я думаю, что небезопасно. А во сколько вы выходите из дому и не боитесь? Ну, до какого времени можете себе позволить выходить из дому? Ну, до 7 часов. Вечера? Да. Ну да, даже в 8 уже страшно. Вот с детьми еду с каратэ, с танцев забираю детей и уже довольно-таки в 7, полвосьмого маршрутки не ходят. Понятно, поэтому страшно. А какой район есть не секрет? Переможенское кладбище. Мы здесь не ходим. А вообще стараемся не ходить вечером. А почему? А потому что почему-то страх одолевает. Видите, сейчас началось больше. Раньше дома были открыты, ничего не воровалось. Сейчас и воруется, все, и вытаскивается. Нельзя на улице. Во дворе, по идее, ничего нельзя оставить. Ничего. Даже так бывает, да. Такого никогда не преследовалось. Особенно мы живем в деревне. Такого никогда дома открытые оставляли, уезжали. И на работу, и приезжали, и за детей не беспокоились, что они на улице нас до 12 ночи бегают. А сейчас уже почему-то остерегаясь. Сами не знаем почему. Ну как почему? Сама обстановка. Говорит, скажите, во сколько бы вы позволили себе выйти из дому, не опасаясь вернуться назад и все будет хорошо? За светло. А в темное время суток никогда. Во сколько не страшно выйти? Вот вы себе позволяете выйти, например, только в такое-то время, не позднее? Ну, в принципе, у нас по Белгороду, вот Ленина, Кутузова, вот эта сторона, она не страшно ходить ночью. Только кроме собак. Собак куча. Куча собак. Вот 12 ночи собак. Я шла, это ужас один. Прям псы. И дворовые причем. Люди выпускают их. А, из дворов? Из дворов частных выпускают гулять. И идти очень страшно. Люди как люди. Люди, мне кажется, у нас в городе тут не страшно гулять. В центре города. Да, в центре города. По крайней мере, мне никто не попадался. Я иду, не боюсь людей, как собак. Собак, псы. И которые агрессивные. Ну, я знаю, агрессивные, чей агрессивный. Идешь, но боишься. Я поняла. Вот, единственное. Люди все боятся. Кругом все это самое. Кругом. К нам залезли тоже, машину вскрыли. На Кутузово. Кутузово вообще район. Весь это самое. Криминогерный? Да, да. И по Ленина тоже. Сколько у людей по это самое поскрывали. И ворота, и вот эти окна, и что угодно. То есть преступность увеличилась? Увеличилась. Чем это связано? Как вы думаете? Работы нет, людей жрать хотят. Денег нет. И воруют. Я так думаю. Мне выйти страшно. Я боюсь. Вечером я никуда не выхожу. Я вот живу на Первомайской 112. В центре города. У меня тут часто то какие-то бутылки бьются, то что-то еще там. То какие-то наркоманы ходят тут. Вот туда, по Первомайской вниз. В центр города тоже выйти страшно. Я, допустим, боюсь ходить. И детей своих не отпускаю.